Вы согласны с тем, что русский народ с армией неразделим? Кто из военных сказал, что война – наша визитная карточка для народа. Ну, так сложилось геополитически. Построение наше государство, оно проходило методом расширения территории. За пределами нашего государства, какой бы он национальности не был, он там русский. И вот этот коллективный русский был вынужден быть в готовности к защите своего отечества всегда. И войн было много. И вот этот конгломерат этносов, примеров и многих других проявлений человеческих качеств сформировал вот эту основу русского воинства, которая сегодня, есть наука о боевых потенциалах, которая раз в пять лет обновляется, так мы стоим на значительном удалении от других наций, превосходя всех. И это превосходство признано во всем мире. Не надо себя успокаивать. Это пластинка надолго. Если мы хотим с будущим поколением создать нормальные условия, нам 20-40 лет, меняя или одно, или два поколения, с корнем надо выкорчевывать, будет это зараза. Это будет непросто. Но это должно быть под нашим контролем. И не надо строить иллюзии, что это кто-то за нас сделает. Те, кто рассчитывали, что нас будут встречать с цветами, но это одна из главных ошибок, которые мы очень остро почувствовали в первые пять суток. Сегодня мы как бы преодолели уже эту составляющую, но еще предстоит немало сделать. Немало, да? То есть все только впереди. А что ждет Украина после спецоперации? В каких пределах, на ваш взгляд, она может остаться? Это сейчас самый такой труднопрогнозируемый вопрос. Мы не знаем умонастроений населения, какое будет. Мы не знаем, как сложатся наши взаимоотношения с соседними государствами, которые так или иначе будут пытаться повлиять на свое присутствие. Я имею в виду, прежде всего, Польшу, в какой-то степени Прибалтику, в какой-то степени Румынию. Поэтому предстоит очень длительный временной отрезок, где будем присутствовать только мы. Потому что у нас надо до конца будет демилитаризовать Украину. А это непростой вопрос, который займет от 5 до 10 лет. И второе – это деноцификация, которая параллельно будет идти и формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами. А это очень сложно будет сделать. Поэтому поживем, увидим. А вы видите Украину в составе России? Вот сами. Если сказать честно, а нужна ли нам она? Если не произойдет этих двух явлений, то тогда она нам не нужна, потому что у нас Донецкая и Луганская республики и Крым – Крым – это наш, а Донецкая и Луганская республики – это стопроцентные союзники. Вы посмотрите, как себя ведут эти нацики. Они взрывают мосты, они уничтожают инфраструктуру. Туда столько надо будет денег вваливать. Но информационно они все это подают, что это мы разваливаем. Информационно мы проиграли войну. В плане информационно они подготовлены. Как угодно они могут. И их прихлебай, кому они прислуживаются. Пилят фейки эти там. Что угодно они пусть делают. Но войны, как имеют свойство начинаться, так и заканчиваются. Так вот, Украина по завершении войны окажется в положении Федорина горе. А вот они будут той Федорой, да, которая останется у разбитого корыта. А кто это? Вот мы, да, мы видим города, тот же Мариуполь, он же просто скошен. Кто это будет все восстанавливать? В Мариуполь мы будем помогать. Еще и до миллиардеров до их доберемся. И вместе с политическим руководством, такие как подонок Турчинов, и мразь типа Яроша, и другие, так сказать. Мы всех поименно вспомним, как сказал наш верховный главнокомандующий. Все предстанут перед ответом. У нас сегодня есть уже предварительная составляющая по формированию международного трибунала. Мы с китайцами на эту тему ведем разговор. С другими странами БРИКС. Будет 100% международный трибунал по типу Нюрнбергского. Чувство туда и Гордона, Дмитрия Гордона. Обязательно, и Арестовичей, и Гордона, и прочее. И вот эта мадам, которая нашим женам пилотов пообещала траурные платки и этих самых детей-сирот. Все туда придут. Рано или поздно наше место вас найдет. Там они, посмотрим, как они задницы будут волтузить по этим скамейкам. Да туда еще гвоздей надо будет забить, чтобы им как рекламу про геморрой показывали, чтобы там им геморрой устроить.